Хочешь изменить свою жизнь и освоить интересную и хорошо оплачиваемую профессию дизайнера, но совершенно не представляешь, с чего тебе начать, я помогу. И сделаю это совершенно бесплатно. Переходи на мой канал и смотри авторский курс по программе CorelDro от нуля до профессионала. Ты освоишь программу, научишься работать с иллюстрацией и полиграфией, создашь свое собственное портфолио и уже сможешь начать работать и зарабатывать. Хочешь на фрилансе, а хочешь в офисе, решай сам. Пользуйся, пока бесплатно. Привет, меня зовут Беляева Ольга и это мой авторский курс по программе CorelDro 2020. Надеюсь, вы уже скачали и установили программу, которая дана была в архиве. И сейчас мы приступаем к первому уроку. После того, как вы установили программу, у вас на рабочем столе появился вот такой значок. Также он появился в меню пуск. Если, например, не создался ярлык, вы можете его найти. У меня он здесь часто используем. Либо на букву C. Вот здесь вот CorelDro. И запускаем его. CorelDro это одна из самых популярных программ по работе с векторной графикой. Ждем, когда все загрузится, запустится. Здесь у нас все работы последние, которые были. Но так как вы запустили программу первый раз, то у вас здесь ничего нет. Мы можем либо создать новый документ, либо открыть существующий, но опять же у вас их нет. Либо создать из шаблона. Сейчас мы будем создавать новый документ. Нажимаем вот на этот плюсик. И у нас появляется второе окно для создания непосредственно уже самого документа, в котором мы будем что-то делать. Первое это имя файла. По умолчанию называется безымянный 1, но мы можем написать свое название. Сотрем его и напишем урок 1. Дальше. Заготовка. Здесь мы ничего не трогаем. Количество страниц. Тут мы создаем количество страниц, которые нам необходимы в документе. В данном случае нам нужна только одна страница. Режим основного цвета. Можно выбрать либо CMYK, либо RGB. Если мы делаем что-то для печати. Флайеры, визитки, листовки, буклеты, все что угодно. Мы всегда выбираем палитру CMYK. Палитра RGB нужна, если мы делаем то, что будет показываться только на мониторе компьютера, либо телефона. Сейчас оставляем CMYK. Размеры. По умолчанию у нас выдает A4 формат. Также мы можем выбрать любой имеющийся формат, который нам необходим. Оставим A4. Либо задать собственную ширину и высоту. Сейчас у нас стоит 210 мм на 297 мм. Это размеры формата A4. Также мы можем выбрать единицы измерения. В данном случае у нас миллиметры. Мы можем выбрать вплоть до километров. Можем выбрать пиксели. Если, например, мы делаем что-то для веб в режиме RGB. Также выбираем ориентацию страницы. Либо книжная вертикальная, либо альбомная горизонтальная. Разрешение 300 точек на дюйм. Это стандартное разрешение для полиграфической продукции. Тут тоже ничего не меняем и нажимаем ОК. Итак, у нас создался наш документ с одной страничкой. Вот здесь вот у нас мы видим форматы. Также мы можем поменять уже в созданном документе формат. Например, опять. И хоп, он стал поменьше. Вернемся к А4. Либо можем задать вот здесь снова размеры, которые нам необходимы. Поменять ориентацию. Можем вот здесь добавить новые страницы. Плюсик. И у нас создается вторая страница. Можем нажать правой кнопкой мыши. И либо переименовать ее, либо продублировать. Но в данном случае мы ее удалим. Она нам сейчас не нужна. Также в этом уроке я вам сейчас расскажу, чем отличается векторная графика, которой мы будем заниматься в программе CorelBrow, от растровой. Вот у меня есть такой осьминожек. Кто смотрит мои уроки на ютубе, помнит, как мы рисовали его, опять же, в этой же программе. Здесь у нас слева осьминожек в кривых, нарисованный. И здесь у нас тот же самый осьминожек, но он в растре. Отличия уже можно сейчас заметить. Здесь у нас, как бы мы ни приплежали, качество идеально, ничего не меняется. Можно растягивать до бесконечных размеров. А в этом осьминожке мы видим пиксели. Это как раз то, что отличает вектор от растров. Векторные изображения создаются с помощью точек. Можно вот посмотреть, если мы выберем инструмент. Вот они наши точечки, узлы. Это на системе координат x и y. И как бы мы ни приближали, ни увеличивали бы размер, местонахождение этой точки уже задано, и оно не будет меняться. А что мы видим здесь? Мы не можем, во-первых, с ним ничего сделать, поменять его, ну и сколько обрезать. И при приближении мы видим вот эти вот смазанные кубики, они же пиксели. Любое растровое изображение состоит из пикселей. Таких вот квадратиков. И при приближении они теряют свое качество. Векторное же изображение не потеряет в качестве. Даже если мы сделаем вот из такой маленькой картинки, какой-нибудь, например, широкоформатный баннер, там на 5 метров, доход на 5 километров. И это самое главное преимущество векторной графики. Также мы можем что-то поменять в ней. Если мы нарисовали объект какой-то, отменим группировку, мы можем менять. Второй глаз. Что-то увеличить. Поменять местами. Все что угодно. И вот у нас из такого миленького осьминожка получился такой осьминожек-дурачок. Немножко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...